так съемка началась давайте знакомиться железово знаете знаем так про железово слышали слышали вот он перед вами дело о чем дело о чем а значит говорю не вам те кто увидят это тысячи людей увидят это вот это чудо вот это вот чудо вот это чудо сейчас буду подробнее вот это чудо это как бы прям было смотрите значит получилось так я здесь 40 лет я боднар мой лучший друг еще бы вот лучшая черешня абрикосы против так вот значит случилось чудо настоящий феномен поселок черемушки а я знаю все украинское садоводство белорусская казахстанская знаю москву знаю все не черноземья дальний восток все так вот первое уникальное особое феномен это черемушки это вы друзья понимаете вот скажите сколько лет вы здесь я живу в черемушках 33 года во-то а вы сколько я 67 ой ё-моё скажите что здесь родились да вот это чудо модели что получается модера нет живых так мы с вами живы я не могу не упустить такой момент чтобы все это рассказывать показывать вот давайте так вы самый старожил да кстати девушки я тоже я все 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 я знаю что они накрашены ладно давайте так смотрите это не просто абрикосы на уровне науки это считается феномен так сколько вот давайте так немножко коммерция меньше он два раза меньше да это такой год урожай дикий согласись ухо было очень поэтому хоть я и поливаю бесполезно мелко все жалуются вот яблоки какие давайте я все-таки абрикосовод давайте так вот интересно вы обрабатываете чем-нибудь в этом году один раз обработал чем медный купорос разводила и это и еще какой-то там понятно знаете состав там да разве запомнишь меня знают немножко как специалисты заход беда купорос знаете чем он помогает только как удобрение вот так что зря вы не полили все нормально так сорт яблок дело в том что я это прекрасно знаю я не я тысячи саженцев продал своими руками ел бы значит так и идем дальше и все убежал убежал да 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 вы сейчас остались так понятно 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 вот это вот примерно примерно я точно название скажу но это скорее всего серафимы а вас как их называют как называете вы в общем это это серафимы вот ярко-красный бачок и теперь так 2 абсолютно похоже этому как я их различаю сейчас мы с вами простите здравствуйте узнаете а чё а чё-то аппаратом ходишь а что делать то я так если я не расскажу добрых людях кто еще а кстати сколько-то ведерко стоит от ради интереса а это июина почем по 400 400 то есть большое ведро стоило бы 800 а у нас уже по 1000 рублей были а даже картошка помните месяц назад и уже много раз было такое что шикарнейшие абрикосы правы ли в цене картошки один к одному такой феномен у нас так ладно в этом году нету картошки мало но вы сегодня картошки так вот смотрите сейчас на отделить практически амур от серафима невозможно кроме одного можно можно нужно даже если косточка если косточка выпадет выпадет значит амур ой надо бы чуть поспелее надо ну вот чуть чуть поменьше смотрите смотрите я его рассказываю и говорю смотрите она целая лежит амур это амур да а я амур здрасте вы продаете не знаете вы потом будьте людям говорит господа существует второе название амура внимание вам продавать это мечта хозяйки название неофициально наше народное мечта хозяйки почему твердая так долго вот кто-то купит туристов привезет даже в москву даже калининград еще она будет нормально потому что другие сорта у нас вот мой знаменитый сорт королевский его тут внедрил он через неделю расплывется а этот нет вот дальше соки компоты варенье в них есть легкая кислинка так вот у них так что да я считаю что его надо ценить наравне с академиком с королевским вот с боем это наши ведущие сорта я ставлю амур часто даже выше вот туристы проедут они будут еще целый месяц так идем дальше так это белый налив господи первый раз меня сапали кстати ценнейшая вещь приезжают ко мне это я вам рассказываю ну как коллега мы же все друзья помните наше время как мы гордились мы не закрывали квартиру ходили на работу было было никто не заходил да поэтому я сейчас сейчас секундочку я сейчас говорю с друзьями так вот приезжают ко мне друзья с это с это моя любимая тема приезжают в этом с ростовской области это самый юг угостил белый наливом они говорят на вкуснее в жизни не дали а там не так там у меня был гостях сам великий курдюмов знаете машина писатель слышали здорово так вот он говорит наши яблоки наши эти краснодарские имеют вкус картофеля все они уже деградировали а наши нет а так ребята время идет поехали дальше значит чуть так как вы называете эти сливы я знаю я знаю это китайки китайские сливы да вот ой смотрите небо чистое дождь идет давайте тогда быстрее а то уже дождь пошел так ну теперь смотрим это мелба или похоже что-то вот смотрите ваша мелба немножечко различается с ее чуть-чуть но мы привыкли это звать если бы они дождели вот смотрите что вы сделали вы взяли отрывали на продажу они еще не доспели еще бачок зеленый и главное вот это вот здесь это же я учебные фильмы снимаю вот здесь вот плодушка была она то а то отломана и теперь на следующий год это плодушка она дает несколько яблок не сказать подряд она не забыла не засветет плодушку вы испортили это ям плане учебы а у нее поспелее так мелковатые знаете что это это манджурские да они тоже хороши многие считают они не слаще вот тех вот не слаще но многие считают и вкуснее а большие были вот такие не знаю как сняли такие но увидел бы сказал где же в это в сотнях садах мои железо абрикосы слышали нами я слышала и это грю а где бы на найти вот так красный хутор красный хутор переулок геологов дом 2 раз и мой телефон это не тема кто смотреть будет в ю тубе 8 960 776 86 72 вот я подошел да вы сразу улыбаться если бы мы не были знакомыми этими земляками вот особыми склада людьми да вот вы бы посмотрели бы вот какой-то проходимость тут язык распустил а мне думаете а это давай подойду скажет кто-то такой ну что девчата это еще кого кто-то тут это разновидно разновидность китайский слив это это все они китайки я их различаю я уже в отчаянии китайка красно-синяя китайка красно-желтая если еще чуть-чуть светлее красно-розовая называю желтые вот красно-желтая снова красно-синяя еще а а че же я слепой такой посмотрите какие у вас эти можно попробовать очень сладкая очень вкусная хорошая лишняя ой как здорово да хорошая лишняя правда ой-ой-ой попробуйте попробуйте спасибо так у меня в этом году снимают третью сотню собирают ветер абрикоса так это хорошо да как хорошо нет абрикос не много в этом году примерно пятикратный урожай невиданная первый год это собрый год